Привет, дорогие зрители, с вами снова Артур, и сегодня мы посмотрим игру под названием Слепой Пророк, Blind Prophet. Я её просто не мог пропустить, потому что в ней какой-то абсолютно лютейший визуальный стиль, при этом это такая визуальная новелла, киберпанк, квест наподобие чего-то, наподобие Блэйдраннера, Габриэль Найта, Брокенсворда, если вам это что-то говорит. Очень лютый стиль, очень крутая музыка и киберпанк, ещё раз. Короче говоря, я всё по 10 раз перечислил, но давайте начинать. Сегодня времени довольно мало, поэтому не знаю, сколько я смогу показать, но я просто хотел сказать тем людям, которые таки интересуются, что вот оно вышло, буквально пару дней назад. И да, в игре нет русского языка, это важно, короче говоря, на данный момент. Время пришло, апостол. Проклятые взывают к тебе. Прости им их грехи. Геральд И покарай их мучителей. Музон. Что-то напоминает Ворона, ты знаешь, что-то такое, прям. Причём первую часть. Ещё с Брэндоном Ли, вот это вот. И вампир маскарад опять же. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ. Не бойся, дорогуша. Вот, возьмите это всё, что у меня есть. Ха! Хе-хе-хе. О боже, что они делают? Руки убрал, монстр. Это реально Геральд? Отпусти её и уходи сейчас. Ты откуда взялся? Не будь дураком, отпусти её и исчезни. Я сделаю, что хочу, а ты отвалил нахер. Понятно. Ярак! А-а-а! Хе-хе-хе. Боже, какой он пафосный. Кого вообще? Хе-хе-хе. Пролог. Сирены очень жестокой бухты. О-о-о! Не, мне определённо нравится этот стиль. Туториал. Чтобы взаимодействовать, кликайте на окружение, потом выберите действие. Блин, это ж как в лучших квестах от LucasArts. А вот, попробуй поговорить с этой юной девой. Кликни на неё. Тут появится вот это вот. Много всяких в окошке, в радиальном действии. И ты сможешь выбрать, что ты хочешь сделать. Ага. Опустошённая девушка. Так, а что у нас ещё есть? Нынешние задания. Блин, в игре, как я уже говорил, просто охерительный стиль. Ну, по-настоящему крутой лор. Лор. Я только прибыл и столкнулся с одержимым человеком, атаковавшим юную девушку. Его след должен привести меня к демону, который испортил его. Угу. Вильзевул, Баал, Сатана, Мамон, Левиафан, Осмодей, Люцифер. Слушай, это очень, похоже, интересная в плане лора игра. И да, нужен перевод. Разработчики, перевод нужен. Прям необходим. Игру, если что я купил, это, ну, вы понимаете. То есть, это будут вообще вопросы, как обычно. Я вот, типа, давно не выкладывал видео на YouTube. У меня был перерыв где-то с месяц. И потом я снова столкнулся с тем, что... Если ты выкладываешь видео на YouTube, то люди думают, что это реклама. Это канал, который показывает новинки, мать твою. О, так. Здравствуйте. Можно обсудить, использовать, взять. Это не пять монет, чтобы взять. Не здесь. Понял? Ты в порядке? Да, я в порядке, но... Меня трясет все. И у меня... Сосет под ложечкой. И вся эта кровь. Я думаю, что я... Вдыхай и выдыхай. Я сейчас принесу тебе что-нибудь поесть. Так, эта девушка... Очень испугана. Найдите что-нибудь, чтобы она закормила свой стресс. Вы можете увидеть свою нынешнюю миссию, всегда кликнув на лицо героя в правом углу. Угу. Да. Ну да. Я, короче, как обычно, забежал вперед. Локомотива. Так. Ну, типа... Деревянная коробка. Что ты можешь поесть? Пустая бутылка. Так. Давай посмотрим, что это такое. Там, может быть, есть что-то съестное в этой деревянной коробочке-то. Мне не нужна коробка сама, но интересно то, что в ней внутри. Это, наверное, юс надо делать, применять. Здесь трещина, но недостаточно широкая, чтобы ее открыть. Мне нужно что-то, чтобы ее подпереть. А я могу как-то с коробкой поговорить? Даже если я вежливо попрошу, коробка, наверное, не откроется. Блин, я что-то прям скучаю по таким квестам. Их в последнее время очень мало. И уже потому, что я вижу... Да, русского тут нет. Но, тем не менее. Так, рука. Угу. Какая большая рука. Он легко мог сделать с этой девушкой все, что хотел. Так. Что мы можем сделать с этой рукой? Использовать ее. Так. Пока пусть лежит. Разговаривать с ней тоже такое себе. Ну, среди прочего, тут пиксель-хантинг. Самый обычный. Че это такое вообще? Сломанная вывеска барбера. Угу. Бутылка. Бутылка. Посмотреть на бутылку. Абсолютно пустая. Мне нужно что-то, чтобы ее подбодрить. Я так понимаю, девушку? Так. Пустая бутылка. Взять бутылку мы не можем. Хорошо. Корабельные принадлежности бесполезны. Лучше оставить ее, где есть. Слушай, а у меня уже, типа, проблемы с пиксель-хантингом. Я уже не знаю, что делать. Возможно, мне нужно с помощью ножа как-то открыть. Нет? Нет? Не открывается? Пойдем на соседнюю локацию. Не, ну ты посмотри на этот стиль. Боже. Мертвые крысы. Брать их в свои руки? Да ни за что. Мертвые крысы. Должно быть, отравились. Ругается. Эта девушка очень хочет кушать. Я не могу оставить ее вот так. Я должен найти ей что-то покушать. Пока не совсем понятно. Так, а это что такое вот это? А-а-а, это наш путь. Я понял. Ага. Горсть каких-то штук. Так, написано, если что. Ага. Сети, крюки. Все гнилые, все ржавые. Ага. Так, ничего полезного для меня там нет. Да, посмотрим на билборд. Здесь все на французском. Недостаток рыбы. Показывает, что рыбаки не могли найти рыбы во всем заливе. И это странно. То есть рыба не клюет больше. Кого? Интересно. Удар. Рыбак встретил. Рыбаки, короче, вступили в фазу кризиса. И теперь они просто выживают. Так, ладно. Чем тебя кормить-то? О, ломик! Ломик прям тут лежит все это время. Японская мать! Гераль, ты че? Так, туториал. Любой объект, который вы берете, лезет к вам в инвентарь. Чтобы использовать их, кликните на иконки в левом верхнем углу и перетащите на окружение. А, левый нижний угол. Ага. Ах, я рак! Так, шо у нас тут в результате? Мне нужно что-то поесть. И вот оно. Берем. Шо это такое? Это вообще что? Это тунец. Ага. Консервы с тунцом. Не очень вкусные, но пойдут. Эш. Спасибо. Я не могу сказать, что это вкусно, но пойдет. О, нормально. Мне было так страшно, и я подумал, что он... Ох и да. Ты его знала? Что? Конечно же нет. Он появился внезапно из ниоткуда и начал преследовать меня. Я слышал, как он рычит. Как животное. И эти красные глаза. Ужасно. Я тоже это видел. Такое часто происходит? Часто? Не знаю. Возможно. Ага. Ну, мы много всякого слышали вообще. И однажды... Оно... Происходит и с тобой. Хорошо. Хорошо? И все? Давай скажем так. Для меня это не необычно. И я могу преследовать его... Эээ... Что это за звучка? Что? Преследовать его? Ты что, с ума сошел? Он может быть вооружен. Может быть, у него... Подкрепление подошло. Кто знает. Ты ему руку, блин, отрезал. Разве этого недостаточно? Нет. Этого... Недостаточно. Мне нужно, чтобы он ответил на мои вопросы. Твои вопросы? Ты что, у него интервью хочешь взять? Ладно. Тебя это вообще-то не касается. Я ухожу. Ладно. Все. С меня хватит. Я звоню в полицию. Нет. Ты не звонишь никому. Ну, ради бога. Да что с тобой не так? Меня почти изнасиловали. Мой спаситель психопат. И этот след крови. Это просто какой-то кошмар. Плачет. Успокойся. Все закончено. Я не хотел тебя напугать. Прости. Так. Что же нужно делать? Это меня не сильно все что-то беспокоит. Прости. А, он говорит, типа, прости меня, это не трогает. Ну, как бы затерся там. Профессиональная деформация. Ну, поэтому я себя так веду. А, такая. А, ну ладно. Все. Хорошо. Проехали. Скажи мне. Кто же ты такой? Это очень долгая история. А времени у меня очень мало. Простите, что я на какую-то ретарскую озвучку перешел. Но, не знаю. Давай я просто скажу так. Я положу всему этому конец. Ну, хорошо. Я тебе доверяю. Простите. Прощай. Я сваливаю. Скоро мы встретимся. Я расскажу тебе все. Подожди меня. Я отведу тебя домой. Слушай, подожди. Место явно не располагающее. Скоро мы встретимся. Не, давайте будем загадочным героем. Я ухожу. Береги себя, пожалуйста. Эй, подожди. Я владею салоном тату в городе. Если что-нибудь понадобится, заглядывай. Хорошо. Я это запомню. У апостолов есть специальные силы для того, чтобы охотиться. Чтобы помогать им в охоте. Глаз преследователя позволяет вам замечать демоническую коррупцию. Ну, не коррупцию, а на самом деле порчу. Как улики. Ага. Вот мы теперь учимся глаз использовать. Ага. Нажимаем на глаз. И такие. Опа. Угу. И смотрим на все активные предметы. Короче, главный герой пипец, как напоминает Ведьмака. Сеттинг очень крутой. Напоминает вампир маскарад. Рисовка очень крутая. Напоминает квесты LucasArts с начала середины 90-х. Если вам это о чем-то говорит. И это очень круто. Похоже, это годный квест. Но серьезный минус. Русского языка нет. Пошли дальше. Так, я забываю кое-что важное. Если я хочу, чтобы этот парень не ответил. Так, что ты хочешь? Должен найти этого парня и спросить его. Задать его несколько вопросов. Благодаря моей силе глаза. Я думаю, что это будет несложно. Так, ну типа... Как бы я понял, что нам туда надо. Может быть, нужно взять... Я взял его руку. Ладно, понял. Хорошо. Зачем она мне? Я уверен, что он явно вернется. И он расскажет мне, что я хочу знать. Окей. Все. Теперь пошли. Некоторые моменты не очень очевидны. Но типа... Это же квест. Тут нужно думать. Вы же понимаете. Пойдем туда. Цензурит. Реклама. Посмотреть. Сексуальный постер. Отцензурированный, похоже. А я могу его как-то взять? Да ни за что. Я не хочу, чтобы это было в моей жилой комнате. Ну, с юмором у него нормально все, на самом деле. Так, что в этой комнате есть? След ведет нас туда. Фонтан. Фонтан, который высох. Это что? Мусор? Полиция. Полицейская станция. Давайте пока просто пойдем за ним. Эм. А. Нет? Ну, как же так? Я не знаю пока кода. Мне нужно выяснить его. Ищешь что-то особенное? Эй, откуда ты тут появился? Я не слышал, как ты подошел. И между тем вот он я. Ха-ха. Ты реально заинтересован, похоже, в этом коде, да? Ты что, хочешь туда внутрь попасть? Может, я тебе могу и помочь. Так, я хочу кое-кого устроить сюрприз, в общем. Но я не помню код. Моя жена изменяет меня с другим мужчиной. Мне очень стыдно об этом говорить, но я думаю, что моя жена мне изменяет. У нее там свидание с любовником. Ха-ха. Любовником? Ха-ха. Вот безумие. Эй, скажи мне, он такой здоровенный, с большой черной бородой? Эээ, да это он. Не волнуйся. Эээ, ты... в общем легко его поймаешь смешно смешно но я не очень уж и плохой человек я тебе помогу в конце концов делать не моё на самом деле я не особо уверен но вроде как так ладил my pipe it's the time типа подсвечивал свою трубу шо может он про трубку говорил похоже что он начинал с цифры 1 и заканчивал с цифрой я не могу сказать какой именно это все что я знаю а ну спасибо с меня прочитается если мы когда-нибудь встретимся и я смогу тебе помочь то проси пожалуйста и помочь мне вот это да что подожди а кто ты я тебя знаю чего интересно нет я просто прохожу мимо просто проходящий мимо увидимся может быть и удачи слышь мужик явно не так прост интересно так хорошо первая цифра это единица и последняя буква это либо а либо б как буква тут буквы есть а интересно сколько здесь цифр вообще то есть 1 потом 3 потом 7 а 1 потом 3 потом 7 б а да серьезно умен 30 секью отлично прикольно ручить у меня плохое предчувствие принеси мне удачу снова я пока не понял где тут киберпанк но авторы определенно говорили многократно что это киберпанк игра так что в будущем я думаю но в целом напоминает какую-нибудь прагу скорее что то такое ты знаешь окровавленный ключ окровавленный ключ должно быть он его бросил когда заходил ну уронил я имею виду взять чё за ключик чё написал то проклятие это неправильный ключ так что тут есть дверь использовать похоже что закрыта так почтовый ящик посмотреть на него почтовый ящик квартиры которая заперта использовать не могу его открыть он закрыт нет не подходит может быть этот ключ ключ слишком большой для замка так типа ну ка чё тут еще есть домофон а это фрайс лист а ну проход стоит руки и ноги должно быть у них очень дорогие апартаменты к сожалению у него все еще есть нога но это такое расхожее выражение английской типа стоит руки и ноги значит очень дорого мы об этом если что так а что если ломик применить сюда что если как-то вот этот нет что если угол стены посмотреть туда так здесь а забор немного погнут и я легко могу перепрыгнуть стоит такой долл он главный герой одновременно нравится но при этом это такая калька с геральта прям прям ну вообще понимаешь типа очень вторичный но по-своему прикольный герой что в принципе неплохо геральт современности это по-своему любопытно так что это такое старый холодильник брошенный сюда как мусор так это и есть мусор закрытый окно створки закрытые но я могу их легко открыть чтобы я не делал они все еще закрыты хорошо так мусор порванная картина скучная картина такое ощущение что она порезана ножом так хорошо выглядит как якорь старый якорь нормальном состоянии их используют часто для декорации да возьмем слишком тяжелый так а чё мы тут делаем тогда габбул ооооооооооо закрытый слив угу использовать не двигается так а что если нам работай не сработает там какой-то блокирующий механизм мне нужен специальный ключ мне нужен какой-то дай ключ а не обычный ключ руку то бесполезно так давай мусор тогда там посмотрим так воняет что тут обсуждать хорошо а ну-ка а тут чё птичья клетка посмотреть маленькая клетка для одной птицы вот еще один птичий домик конечно же нет это повредит его так point and click что мы тут делаем открываем ты погнул лом да что с вами не так в этих играх как можно погнуть лом я не понимаю проклятие я вас погнул ладно выкину как можно погнуть лом открытое окно использовать шарах залезло оно такое вот очень прикольно сделан дизайн комнат как будто фишай то есть рыбий глаз как будто ну понимаете ключи ключница тут ключ для машины и какой-то ключ ди ай вай берем мне не нужны ключи поэтому я не буду их подбирать я вообще-то там видел кое-что куда мог подойти ключ нет не хочешь компуктер посмотреть эта машина издает тихие звуки и гудит наверное была использована менеджментом так хорошо возможно там есть какая-то информация но я слишком занят на данный момент так ладно это что окровавленные газеты он зашел сюда и остановил кровотечение этими газетами я могу я не могу больше следовать по его следам кровавым понял но отсюда он зашел так что я думаю он где-то наверху лампа цветы комната 101 дарь 101 постоянно так перевожу вы знаете так посмотреть проклятие я не могу понять в какой же он комнате лучше избегать оповещения полиции и не идти тяжелым путем должно быть что-то что подскажет мне в какой же он комнате на самом деле в зависимости от событий новые виды взаимодействия могут появиться измениться или открыться в результате ваших расследований поэтому не бойтесь по новой исследовать те места которые уже исследовали так я не могу узнать в какой же комнате был атаковавший лучше избегать шумихи мне нужно найти информацию где-то в отеле пошли вниз компьютеру сходим алло так комната посетителей смотрим так эй алло здесь есть кто-нибудь на ресепшене ладно и все равно между этими грязными полками тараканами я оставлю обзор на вашем веб-сайте лучше чем здесь много так зачем вы убрали все птичьи клетки и традиционные декорации это была часть души этого места странно решение и это я не говорю про качество комнат конечно же так ладно очень разочарована резиденцией мы помнили это место раньше как замечательный гостевой дом а теперь это просто помойка мы прождали здесь грёбаный час а потом ушли ужасный ресепшен ты город говно понял полезно так хорошо пошли в комп игорь если у тебя все еще проблемы с сетью перепрыли пересоедини систему так ключ находится в ключнице и проверь свои емейлы так берем ключи посмотрим что здесь так берем ключ отца да берем ключ от маши и что машина мы не берем походу как обычно я скажу у меня мало времени на слишком залип эта игра на самом деле очень интересно я такое люблю так ну типа открыто так а вот и сеть использовать это что думать надо не думать не надо нужна реакция нет это так работает но все в админы можно пойти лол двигайте мышь чтобы ориентировать ее на центральную на центр а все наверно так и того что у нас с сетью клиент оставил ужасный отзыв на веб-сайте какого хрена истории про тараканов души я же говорил тебе вызвать парня на прошлой неделе ага или ты хочешь чтобы это вообще в помойку все превратилось и вынеси ты уже мусор господи ответ на мои сообщения это снова нил пол на эту неделю нас два посетителя американская девушка по имени джейн я не помню точное имя между прочим и агент по продажам по имени грегор бутане помести девушку 101 и парня 102 и давай там не вот это не устраивать девушки окей хорошо прошлый раз когда мы с ней разговаривали она сказала что ты пялишься на нее так нам 102 наверно наверное так это это дверь 101 машина в 102 тук 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 привет я почтальон у меня для вас письмо не важно я вижу твою крысиную морду в окно я просто пришел чтобы отдать тебе твою руку я просто хочу поговорить с тобой вынести дверь не заставляй меня выносить дверь я просто пришел отдать тебе твою руку я тебе не поврежу я хочу вернуть тебе твою руку чего у тебя моя моя рука ты сволочь ты шо пришел сюда побесить меня я так и знал ну давай я тебя разнесу как таракана сраный ты таракан и есть бешеный как обычно ладно не бойся бутане я знаю что ты не очень уж и плохой человек я не хочу тебе вредить я просто хочу поговорить с тобой открой дверь бутане я просто хочу поговорить у меня есть несколько вопросов поговорить не нечего тебе сказать пошел нахер у меня твоя рука с собой ты реально не заинтересован просунья под руку тогда ага конечно как будто ты после этого мне дверь откроешь давай бутане по ходу дверь придется вынести если ты не откроешь я вынесу дверь и порежу тебя на кусочки именно этого я и ждал ублюдок ты такой я со своим другом мясницким ножом прям за дверью мы ждем тебя давай выноси ее я вас познакомлю ведь я предупреждал бутане так вы можете взаимодействовать и сливать предведы предметы комбинировать их просто короче ну понимаете одно на другое я не знаю что это комбинирует то можно а ну-ка так он похоже не хочет со мной разговаривать но он реально хочет свою руку нужно использовать ее как приманку так ладно приманка это круто конечно но может быть не просто на дверь нужно вот так так хорошо как вы думаете интересно предметы говорит можно между собой комбинировать возможно я что-то не подобрал так а ну-ка лампа использовать взять а то есть а так ладно допустим что-то такое идеально для ловли на большую рыбу особенно на ту которая здесь заперлась так хорошо тук 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 ой короче ты не оставляешь мне выбора на самом деле по-другому можно было решить судя по всему но я не уверен типа с помощью приманки я думаю это так тупо но это было предсказуемо он же меня предупредил нормально выступил я надеюсь сохранения были потому что я не сохранялся не ну я попробовал так ладно заходим и идем сюда надо было дверь просто открыть наверное я даже не попробовал зайти внутрь но тем не менее ладно пойдем так так хорошо что мы с помощью этого можем сделать а ну-ка а вот для писем а ну-ка нормально засунул руку забрал и теперь когда он отвлекся а бабах похоже ты потерял свою приветственную длань не шутит от цвяное рыло не волнуйся у меня достаточно сил для того чтобы твой череп расколоть напополам успокойся я не хочу тебя убивать как я уже тебе говорил и я просто хочу задать несколько вопросов вопросов может быть тебе еще чайку ублюда дик хэд переводится не ублюдок зануда в комментариях я знаю ты явно по чем-то и я хочу узнать что же с тобой происходит понятно ты пришел сюда отомстить за эту маленькую шлюху верно сушим у зон саундтрек блин что-то в этом есть определенно мистер справедливость это прекрасная роль может быть она даже позволит тебе трахнуть ее кто же знает но похоже что у тебя крыша совсем поехала тебе с разговором нужно как-то выбирать слова ты что шутишь тебе достаточно было посмотреть в ее глаза и сразу было понятно что она меня хочет и я уверен что ей бы понравилось это на твою рожу тебе нужно посмотреть твои глаза кроваво-красные дай-ка я угадаю бутани глаза такими не всю жизнь были верно и последнее время очень изменился ну и что чё тебе нужно то вообще давай выкладывай мне нужна правда я ищу кое-кого и думаю что ты можешь меня к нему привести о чем ты говоришь ты кто еще такой я ищу парня который означает плохие новости для того с кем он встретиться для любого кого я потерял много крови мое виденье за заблюрина короче у меня в глазах троится проклятие может быть ты прав со мной что-то не так я уже не узнаю себя и моя жизнь идет на дно что со мной происходит грегор еще не слишком поздно если ты хочешь чтобы я тебе помог то я могу успеть нет смысла уже нет я уже это чувствую что я уже слишком слишком я уже слишком погряз в этом хватит этого всего ты знаешь что нужно делать давай закончим это аниме пошло бутанье ты слишком сильно попал в руки демонов это не должно было так кончится хирак прости меня покойся с миром да найдет твоя душа вечный покой а я буду и дальше уничтожать исчадие ада ладно дамы господа на самом деле у меня было сегодня 20 минут мы просидели 40 я могу сказать что эта игра она а прекрасно ну то есть это индюшка надо понимать опять же но при этом в ней крутая атмосфера чем-то напоминает одновременно джонни мне моника и вампир маскарад больше вампир маскарад наверное все таки прикольный стиль классический геймплей который многим понравится потому что пиксель арту ой пиксель аргу пиксель хантинг квеста их очень многие любят и вот здесь какое-то ощущение старых игр такого плана то есть механики все классические по сути чрезвычайно пафосный главный герой который ведет себя как геральт накачанный идиотизмом вот и в целом довольно увлекательное все это действие пока что главный минус это то что в игре нет русского языка я надеюсь перевод будет ближайшее время я не узнавал но игра мне определенно понравилась пишите свое мнение в комментариях возможно вам тоже какие у вас есть мысли по этому поводу и тому подобное увидимся в других видео и всем пока